Продолжение чтений книги Судей. Я читаю теперь двадцать первую главу. И поклялись израильтяне в массиве, говоря, никто из нас не отдаст дочери своей и сынам Вениамина в замужество. И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера перед Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали. И сказали, Господи Божий Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена? На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли все сожжения и мирные жертвы. И сказали сыны Израилевы, кто не приходил в собрание перед Господом из всех колен Израилевых, ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господом в массиву, и сказано было, что те преданы будут смерти. И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали, ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших? И сказали, нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господом в массиву? И оказалось, что из Иовиса Галацкого никто не приходил пред Господом в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иовиса Галацкого. И послало туда общество двенадцать тысяч человек мужей сильных, и дали им приказание, говоря, идите и поразите жителей Иовиса Галацкого мечом, и женщин, и детей. И вот что сделайте, всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужское, предайте заклятию. И нашли они между жителями Иовиса Галацкого четыреста девиц, не познавших ложе мужского, и привели их в стан в Силуам, что в земле Хананской. И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Риммони, и объявило им мир. Тогда возвратились сыны Вениамина, и дали им жен, которых оставили в живых из женщин Иовиса Галацкого, но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества, что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина. И сказали, наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезла колено от Израиля. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря проклят, кто даст жену Вениамину. И сказали, вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля, и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Левоны. И приказали сынам Вениамина и сказали, пойдите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут девицы селомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц селомских, и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобою к нам, мы скажем им, простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны. Сыны Вениамина так и сделали. И взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли, и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым.